Пятый класс, одиннадцатая серия. Шесть раз по восемь можно представить в виде суммы, можно в виде произведения. Шесть раз по восемь – это сорок восемь. В виде произведения – множитель, множитель и значение произведения – сорок восемь. Сорок восемь нужно разделить на шесть равных частей. В данном случае деление выполняется без остатка, получается частное – восемь. Итак, делимое, делитель, частное. Но деление не всегда выполняется нацело. Иногда деление выполняется с остатком. Сорок три надо разделить на восемь. Неполное частное – пять, остаток – три. Причем сорок три можно представить в виде суммы, где первое слагаемое – это пять на восемь и еще плюс три остаток. Сорок плюс три – сорок три. Четность. Натуральные числа бывают четными. Это те, которые делятся на два. А бывают нечетными, которые при делении на два дают остаток один. Это формула четного числа, это формула нечетного числа. Четность суммы давайте рассмотрим. В каком случае сумма будет четна, а в каком – нечетна. Первое свойство четности суммы – сумма любого числа четных слагаемых четна. Если все слагаемые числа четны, двойку можно вынести за скобки на основании распределительного свойства, и получится формула четного числа. Значит, сумма будет четна. Второе свойство четности суммы. Если число нечетных слагаемых четно, их-то два, четыре, шесть, восемь, то сумма четна. Допустим, два нечетных числа. Один плюс один – это два. Все слагаемые числа четные, сумма четная. И третье свойство четности суммы. Если число нечетных слагаемых нечетно, сумма нечетна. Одно нечетное слагаемое. Сумма нечетна. Формула нечетного числа. Первая задача. Четно или нечетно значение суммы натуральных чисел от 1 до 60 включительно. Значит, в этом ряду будет 30 нечетных и 30 четных. Идет чередование. Нечетные числа чередуются с четными. Если всего их 60, будет поровну 30 четных и 30 нечетных. Четность суммы зависит от числа нечетных слагаемых. Если их 30 – четное число, то сумма будет четна. По второму свойству четности суммы. Вторая задача. Четно или нечетно значение суммы, где слагаемые – это нечетные натуральные числа первой сотни. От 1 до 99 включительно. Итак, в первой сотне, вот если мы рассматриваем первую сотню, в первой сотне 50 четных и 50 нечетных. Вот в этом ряду записаны только нечетные. Значит, здесь 50 нечетных чисел. 50 – это четное число. Если число нечетных слагаемых четно, то сумма четна. Второе свойство четности суммы. Ответ – четно. Следующая задача. В доме лифт с кнопками плюс 2 вверх на 2 этажа и минус 4, вниз на 4. Можно ли с третьего этажа попасть на восьмой? Третий этаж. Число 3 – это число нечетное. Вот формула нечетного числа. Можно подняться вверх или вниз на четное число этажей. Если к нечетному мы прибавим четное или отнимем четное, то значение будет получаться числом нечетным. На восьмой этаж вы не попадете. Следующая задача. Можно ли в выражении расставить вместо звездочек знаки плюс и минус, чтобы получилось двенадцать? Давайте попробуем расставить сначала только знаки плюс. И попробуем определить четность вот этой суммы. От чего зависит четность суммы? От числа нечетных слагаемых. Нечетные слагаемые 1, 3, 5. Три нечетных числа. Третье свойство вспоминаю. Если число нечетных слагаемых нечетно, сумма нечетна. Итак, если мы ставим только знаки плюс, получаем значение суммы нечетное число. Теперь представьте, перед каким-то числом вместо знака плюс поставили минус. Например, перед тройкой вместо знака плюс поставили минус. Значение суммы стало меньше на удвоенное число 3. На удвоенное число 3. Было нечетное число, отняли четное. Значение разности будет нечетным числом. Если поставить минус еще перед каким-то другим числом, ну, например, перед пятеркой, значит, значение станет меньше на удвоенное число 5. То есть мы не прибавляем 5, а отнимаем 5. Значит, мы отнимаем удвоенное число. Если из нечетного числа вычесть четное, значение будет нечетное. 12 получиться не может. В наборе было 15 гирек массой от 1 до 15 грамм. Можно ли их разложить на 2 равные по массе кучки, если гирьку в 13 грамм потеряли? Итак, от 1 до 15 идут натуральные числа последовательно. Каждая следующая на 1 больше. Значит, в этом ряду будет нечетных больше на 1. Значит, 8 нечетных и 7 четных. 13 – это число нечетное. Значит, нечетных гирек стало на 1 меньше. Значит, осталось 7 нечетных гирек. Значит, общая сумма будет числом нечетным, потому что число нечетных слагаемых – 7. Значит, на 2 равные по массе кучки разложить нельзя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok